Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Сегодня поговорим о государстве, точнее государственности. В свое время поэт Осип Мандельштам говорил, «Человек не может жить вне государства, ибо сегодняшняя общественная парадигма во многом построена не на семейном или религиозном принципе самоопределения, а именно на принципе принадлежности государству. И не мудрено, что основным документом человека является паспорт, определяющий эту принадлежность». Вот такое далеко не поэтическое высказывание Осипа Мандельштама. В свою очередь отметим, что в государстве, где допускается упадок национального кода, в ближайшем времени пропадает гражданское ощущение полноценности. Происходит самостоятельный поиск самоидетичности, что часто ведет к массовому оттоку населения. Думаю, что каждый, кто сейчас смотрит программу, отметил. Это именно то, что происходит в сегодняшней Молдове. Будем разбираться. В нашей студии доктор политических наук, ректор Государственного института международных отношений Валентин Бенюк и профессор кафедры международных отношений Сергей Назареев. Здравствуйте. Не секрет, что в нашем государстве допущен упадок национального кода, национального духа. И в обществе отсутствует стержневое ощущение полноценности. Ведь часто, даже возьмем самый популярный пример, который используют мои коллеги-журналисты, что преподается в качестве истории Республики Молдова сегодня. История какого государства. Что мы внушаем молодому поколению, которое начинает только свою трудовую, свою человеческую биографию. Вот по-вашему, что это? Результат обретения самостоятельности в начале 90-х, когда мы искали себя на геополитической, на политической карте мира. Или же в основе всех этих процессов какие-то иные, будем говорить, отправные данные. Нечто иное лежит в основе процесса того, что мы чувствуем какой-то дискомфорт. Мы, граждане Молдовы, находящиеся в Молдове, почему-то вдруг говорим о том, что язык у нас теперь румынский. Давайте завтра уже Конституцию туда перепишем. Стас, вы меня, в первую очередь, смотрите. Давайте, вы просто ближе ваши глаза. Вы смотрите на меня. Я понял ваш вопрос. Я думаю, ответ на этот вопрос или попытка ответов на этот вопрос были и до меня в этой студии и неоднократно обсуждались. Естественно, что в 91-м году, когда была провозглашена наша независимая государственность, нам тогда казалось, или многим тогда казалось, что мы стали независимыми и самостоятельными. Но повели мы себя не как взрослые, зрелые люди, а, в общем-то, скорее всего, как с точки зрения логики государственного самосознания. Вот, по крайней мере, той элиты, которая тогда пришла к власти, которая, в принципе, и сегодня, по большому счету, управляет этим, так называемым, независимым молдавским государством. Так вот, на самом деле пришли к власти люди незрелые, которые, в общем-то, повели страну, с моей точки зрения, не в том нужном направлении, в смысле укрепления государственных институтов, для того, чтобы более эффективно работала экономика, социальная сфера, чтобы все развивалось. А мы пошли по пути, мне сейчас сложно, скажем, утверждать, что это было изначально задумано. Скорее всего, нет. Люди, скорее всего, просто не понимали, куда они ведут, куда они идут. В общем-то, но люди вели себя не как государственные взрослые мужи, а как дети, понимаете, которым поручили взрослое дело. Они не знают, что делать, не знают, как это делать. И если вы помните, вот буквально даже в день, когда была провозглашена независимость, 27 августа 1991 года, тогдашний первый президент Мирча Иванович Снегур в интервью газете «Фигаро» заявил, что это лишь переходный путь к объединению с Румынией, то есть провозглашение независимости, то есть в день провозглашения этой самой независимости. Понимаете, человек, президент страны заявляет, ну вот в этом смысле это был разве зрелый государственный муж, понимаете. И в этом плане, когда вы задаете вопрос вот насчет кода, да, вот существует ли у нас национально-государственный, самоидентификационный код. И не просто код, в общем-то, вот для нас, но этот код должен быть знаком своеобразным и для окружающих нас народом, что вот это вот код вот этих людей, которые называются молдаванами, у них свое государство, у них свои цели, они эффективно идут к реализации этих целей. Ведь вот спроси людей, каков этот код? Ну вот не каждый тебе ответит, и я вот не знаю, каков этот код, по крайней мере официально. Ну вот давайте вернемся к символике государства. Символы имеют огромнейшее значение, правда, вот в жизни общества, в жизни людей. Я понимаю, что может быть в жизни элит имеют большее значение интересы, деньги, там большие деньги, может быть я и не прав, но все-таки для общества в целом, для народа, для государства очень важны символы. Вот наши государственные символы. Гимн у нас, слава богу, молдавский сейчас, а первоначально он уже был румынский, Валентин Анатольевич. Дештяптити румынии, правильно? Вы предпоминаете, наверное, эту вещь. Дештяптити румынии. Это был один из наших государственных кодов, да, который должен был нас отличить, и должен был нас к чему вести. А к чему он нас вел? К унире фраз румынии, да? К потере самоидентичности, естественно. Еще раз повторяю, гимн у нас все-таки молдавский сегодня. Что касается флага, флаг у нас румынский, флаг у нас не молдавский, герб у нас не молдавский. Сегодняшний молдавский герб – это герб межвоенного периода королевской Румынии. Вот мы его взяли и нацепили на наш так называемый флаг. В этом смысле, как ведет себя, скажем, наша правящая элита. Но она себя ведет однозначно не как правящая элита этого государства. Потому что ведь вот когда мы, вот постоянно мы апеллируем к Стефану Великому, да, что вот в его время государство наше процветало, что в его время оно было сильным, добивалось результатов, добилось большого авторитета на международной арене и большого признания. И народ, в общем-то, боготворил своего государя. Потому что тогда, в то время, государь и государство были чем-то слитным, единым. Потом в народной памяти на долгие века Стефан Великий остался как Штефан Молдавану, как чуть ли не отец родной для молдавского народа. Даже не чуть ли не, а так оно и было в молдавском самосознании народа. Так дело в том, что наши-то правители, все без исключения практически, или, скажем, почти без исключения, есть, может, какие-то незначительные исключения, они же себя вели не по этому коду, который оставил как бы Стефан Великий. А он что нам говорил? Ребята, одной из самых больших ценностей для этого народа, для этой земли – это ваше государство. Берегите его, потому что государство является той охранной защитой для вашего же развития, для вашего же существования. Исчезнет государство, не будет этого государства, вы тоже погибнете. Понимаете как? Вы перестанете существовать, вы не сможете развиваться. Государство есть своеобразная охранная система, которая вас сохраняет и обеспечивает ваше развитие. А как ведет себя наше руководство? Да не только сегодняшнее. Сегодняшнее – это вообще просто своей точки зрения, но я здесь глубоко убежден, если надо, я это могу доказать, но просто, наверное, не задача нашей передачи. Это просто организованное преступное группирование в главе с Плохотнюком, которое просто уничтожает это государство. Хотя, возможно, они этого и не хотят осознанно. Потому что если даже, предположим, что цель правящей элиты – это воровать, то для того, чтобы воровать, для тебя необходимо какое-то пространство, которое ты должен постоянно грабить, а для этого ты должен как-то о нем заботиться, чтобы его грабить. То есть надо вострелывать огород на котором, дальше собирать выражение. Чтобы потом собрать что-то с него. Но они занимаются исключительно разрушением. И, понимаете, вот этим процессом разрушения занимались все правительства на протяжении последних, сколько уже, вот 28 лет, с моей этой точки зрения. Вот, дай бог, чтобы я был неправ. Теперь, что касается, вот чем они занимались. Они разрушили экономический потенциал. Понимаете как? Но почему стало возможным разрушение экономического потенциала промышленности, сельского хозяйства? Вот зачастую наши люди говорят, ну вот они были плохие, типа аморальные типы, жадные. Да потому что не было функционального государства. Государство должно содержать в себе соответствующие механизмы, которые не позволят кому бы то ни было, в том числе и правящей элите, высшим должностным лицам грабить, нарушать, высасывать исключительно для себя. То есть должны быть механизмы, которые наказывают немедленно этих людей. Включается санкционная политика против этих людей. Вот при создании нашего независимого государства, эти механизмы, которые существовали в годы советской власти, они были просто разрушены. И стало, так как государство наше изначально было нефункциональным, я еще раз говорю, я не знаю, это было сделано осознанно или неосознанно, но это, наверное, и осознанно, и неосознанно. Но, по крайней мере, это было. И это позволило определенным людям уничтожить промышленный и сельскохозяйственный потенциал нашей страны в целях личного обогащения, но это привело к экономической катастрофе, к коллапсу. Уничтожение производства, это же не просто уничтожение, это не просто какие-то абстрактные вещи, это уничтожение сотен тысяч рабочих мест, и мы с вами остались без источников существования. Без источников существования. Значит, к чему это далее ведет? Это ведет к следующему этапу, к разрушению социальной сферы. Опять-таки, потому что не функционирует государство. Государство позволило уничтожить экономическую основу общества, значит, следующим этапом разрушается социальная сфера. А что такое социальная сфера? Это отсутствие медицины или, скажем, качественной медицины. Это чуть ли не возврат в эпоху полусредневековья какого-то. Это разрушение системы, которая защищает людей от произвола. У нас не существует нормальных судов, нормальных правоохранительных органов, которые защищают людей, защищают общество. Они в лучшем случае защищают денежные мешки и правящие круги. А попробуйте посудить. Я, например, судился. Вот вы мне задали вопрос по поводу истории, я к этому тоже приду. Значит, я судился с правительством, понимаете, по поводу истории, какая история у нас преподается. Ну, не лично я, а как руководитель ассоциации историков и политологов. Так были нарушены все самые элементарные, самые элементарно разумные, здравые нормы права. И, естественно, у меня не было никаких шансов выиграть этот судебный процесс с правительством. В любой нормальной стране, где существует нормальная правовая система и принцип разделения властей, я бы выиграл бы однозначно этот процесс у правительства. Понимаете? Значит, у нас наши элементарные права не защищены. А попробуйте вы судиться с каким-нибудь денежным мешком, который вам, у вас отобрал собственность, и многое чего вам причинил. Вы не выиграете этот суд, потому что в суде решения будут принимать деньги, а не закон. У того больше прав, у кого больше прав. У кого больше денег, в общем-то. Понимаете? Значит, или у тебя власть, или у тебя деньги. И вот вопрос по поводу духовности. Третий элемент, на котором держится государство. Это очень обширный, конечно, вопрос с духовностью, но один из ключевых моментов – история. Потому что история – это не просто какая-то дисциплина научная, типа физики, химии, которая дает нам научные знания в окружающем мире и обществе. Она нас еще и воспитывает. Что она в нас воспитывает? Каких граждан в окружающих, какого общества, какого государства, какие ценности. И если то, что у нас преподается, это не наша история, а это история соседнего государства, и эта история нам говорит, да вообще вашего государства нету, не было, оно незаконно, и вообще вы просто часть соседнего государства, который когда-то, ну в данном случае в 40-м году, какой-то внешний агрессор, в данном случае Советский Союз, отобрал у Румынии эту территорию и создал вас искусственно. А в принципе ваша задача состоит в том, чтобы исправить эту, в кавычках, несправедливость. Значит, просто вы должны, вы румыны, вы должны молдаване, вы должны вернуться в состав румынского государства. В этом справедливость. И через посредства учебников, но не только учебников истории, через посредства учебников литературы, через посредства учебников географии, даже математики, внушаются чужие ценности, чужая идентичность. И внушается самое главное, ваше государство неэффективно, незаконно, его надо уничтожить. И пусть за вас решает. Есть парламент в Румынии, есть Академия наук в Румынии, есть правительство, есть президент. Зачем вам тут свое? Нечто подобное звучало в апреле 2009 года, когда я говорил, зачем парламент. В этом смысле у нас нет нормального, по крайней мере, на уровне элиты. В народе это есть. А вот на уровне правящей элиты у нас нет вот этого кода, о котором вы говорите. Сергей, спасибо. Копнули глубоко. Времена Штефа начал марить. И это тоже правильно, потому что именно тогда зарождалась основа молдавского государства. И это как раз тот тренд, который хотелось бы подхватить. Но вот вопрос вам, Валентин. Сегодня мы живем в условиях 21 века. Слома границ. На Западе сформировался уже более чем полвека Европейский союз, где границ не существует, есть только национальное образование, так скажем. На Востоке тоже формируется глобальный геополитический проект. Насколько все-таки актуален сегодня институт государства? Насколько все-таки важно государству иметь свои границы, свои государственные институты, как ветви власти? Самая идентичность, насколько она сегодня важна для функционирования государства? Ну, мы можем оценивать по-разному, важно или не важно. И не важно, что мы говорим и как мы оцениваем. Потому что есть вещи, которые ни время, ни люди не стирают. Они есть и все, они почти объективны, хотя они такого субъективного характера. Я имею в виду государственность. Она существует испокон веков, и она задает то, что мы называем, задает тон формирования того, что мы называем государства. Так вот, вот смотрите, что происходит в Европейском союзе. Там вроде бы объединение государства, это действительно, это исключительно удачный проект. Это проект, который приводит и привел людей к благосостоянию, к миру. Уже 70 лет в Европе, а Европа это очень буйная часть мира. Вот много войн, много жертв и так далее. И она живет в мире, и согласие. Вот в том числе и благодаря этому проекту. Но в этом проекте возникают большие люфты. Какие? У каждого государства есть свой национальный интерес. Почему есть национальный интерес? Потому что есть нации, есть государства. За рубежом, между прочим, на Западе нация и государства, это почти что одинаковые или совпадающие понятия в политологии. Ну, у нас немножко по-другому. Вот. И в этом смысле идет конфликт между национальным интересом, между национально-государственным интересом и коммунитарным интересом, союзным интересом, скажем. Хотят ли они это или не хотят, но это происходит. Почему? Потому что там государственность и государство работают на эти, на эти, скажем так, на эти, чтобы не повторяться, на эти государства, на эти государственные формирования века. И это нельзя разрушить, независимо от того, что мы скажем. Меркель может сказать, что вы уже не государство. Вот. Она может сказать, что вы, как говорится, подчиняетесь нам, Брюсселью, я имею в виду. И все тут. У нас будет единое европейское, федеративное, если хотите, конфедеративное государство. Она может сказать до бесконечности так. Или другой лидер, скажем, да. Но, тем не менее, тем не менее, этот конфликт между национальным, государственным интересом и коммунитарным, он будет, и это и разрушает Европейский Союз, как очень, повторяюсь, удачный проект. Это первое. Второе. Вот когда зародилась Республика Молдова, Республика, наше современное государство, да, вот она зародилась и сформировалась в очень таких неприятных для нас, для государства Молдова условиях. Что я имею в виду? Вообще, зарождение, формирование государства, это очень интимный процесс. Это интимный процесс. Вот у нас была конференция, мы обсуждали, откуда государственность. И, в том числе, я говорил о так называемой теории матричности. То есть, есть матрица, которая продуцирует постоянно эту государственность, государство, как результат, да. И это очень сложно, сложно разобраться в этих процессах. Мы их ощущаем, что есть государственность, есть государство, есть национальный геном, мы говорим, или код, как вы сказали. Есть культурный код, геном, но мы не знаем, как говорится, откуда все это берется и как она продуцируется постоянно во времени и в рамках этого государства. Поэтому, когда зародилась, повторяюсь, Республика Молдова, вот, эти интимные процессы, как бы, да, они были открыты всему миру, всей Европы. И все начали учить нас. Учить, вот, надо делать так, а не так, и не по-другому. То есть, у нас даже не было собственных ошибок, на которых мы научились бы, приобретали опыт. Все учили, как правильно делать. Вот, как приватизировать экономику. И мы повторяли чужие ошибки, по сути. И, по сути дела, мы вообще исполняли другую, чужую, другую волю, скажем вот так, да, и совершали большие ошибки, огромные ошибки, которые не знали, как их исправить. Потому что эти не наши природные ошибки. Понимаете? Вот помните 90-е годы, когда говорилось о приватизации? Часто, долго и упорно. И люди говорили, использовали это понятие с надеждой на то, что у них все будет хорошо. Ну, да, ставим богаче, да, разделим общее состояние на частные кусочки. Совершенно верно. Если кто-то сказал бы тогда, ребята, это государственная земля, потому что она очень небольшая, небольшой кусочек земли. Но мы готовы, мы государство, готовы раздать землю для использования, не просто для использования, под высокими технологиями, под большой продуктивностью, производительностью и так далее. Вот если кто-то сказал бы тогда подобное, наверное, его повесили бы на первом столбе. Почему? Потому что люди, землю, мы хотим землю. Вот что происходит, происходит обратный процесс. А понимание того, что сколько надо вложить в тот или иной технологический процесс? Нет, не было. Сейчас происходит обратный процесс, когда объединяются земли. Да, это началось с 2000 года, вот в том числе и Ворониным, когда он занимался этими. И этот процесс продолжается до сих пор, но он очень болезненный. И это топтание, по сути дела, на место. Вот ошибка, которая исправляется долго, упорно и болезненно. Но Сергей Михайлович сказал очень правильные вещи. Вот я в реплике ему прошептал, что здесь нужна целая академия, чтобы разобрали по деталям сказанное. Я хочу добавить... Талант Сергея в том, что очень емко сумел уместить сразу несколько эпох. Да, он у нас талантливый. И я попробую, как говорится, две копейки свои прибавить к этому. Значит, вот вы спрашивали даже, буду в вопросе к Сергею Михайловичу. Мы спросили, вот по какому коду они это сделали. Ну, мы говорили, да, Снегур, Машану, который тоже хвалился, что я был сразу после того, как выбрали его председателем парламента. Он отправился в командировку США с вопросом, как объединить Молдову, республику Молдова с Румынией. Вот это такой базовый вопрос, с которым он был там. И он перед всем народом на телевидении хвалился этим. То есть, под каким соусом, кодом, о чем они думали? Я думаю, что это был код раба. Код раба. Поиск себе нового хозяина. Совершенно верно. Это был огромный проект, сложный проект. Незнакомый для них, как говорится, проект. И до этого они были под Москвой. Сейчас они искали, как говорится, через посредника, в данном случае США, другого суверена. Понимаете? Потому что мы должны понять, в конце концов, что мы обязаны справиться не только с маленькими, семейными или другими проектами, рабочими проектами, но и с большими национальными проектами. А это без того, чтобы учить людей этому. Не то, что учить, а воспитывать, даже воспитывать, не то слово. Но, наверное, и учить, и воспитывать. Без того, чтобы люди, весь народ понимали о том, что необходимо обучаться этому процессу, обучаться технологии осуществления этих проектов, невозможно ничего сделать. Мы немножко боимся этого, но есть смелые люди. Вот у нас президент смелый человек. Он взялся за укрепление, доведение этого проекта, который называется Государство Республики Молдова. И вы видите, столько, столько людей против него поднялось. Это же столько людей против этого государства. Столько же людей против этого государства. Изначально нам говорили, что вы знаете, вот вы говорили, Сергей Михайлович, что без истории невозможно формировать граждан, людей и так далее. Без истории в том числе невозможно понять. Патриотов, в конце концов. Да, сложность осуществления этого проекта государства Республики Молдова. Ну, нам говорили сразу, вы знаете, история Молдовы, это ненаучно. Вот история Румын, это научно. Вот в 90-е годы так говорили. Профессора университетская. История Молдовы, это ненаучно, вы знаете. Но они не понимали, что говорит... Что же они преподавали до 91-го года в таком случае? И что исповедовали? Универсальную историю Молдовы преподавали. Поэтому, ну, это по сути неправильно. Потому что история любого колодца, любого села и так далее имеет свою историю. Это история этого предмета исследования. И здесь нельзя говорить научно или ненаучно. Вот. Ну, вот Сергей Михайлович говорил о том, о том, что история, это ни физика, ни химия, она очень важна и так далее. История... И физика, и химия тоже важна? Да. Не поняли нас телезрители, что то не важно. Ну, это я, как говорится, извините. Фигура речи был. Да, ляпнул, как говорится. Но вот никто другой, как Европейский Союз, Брюссель, который занимается... Ну, там есть комиссии в рамках... В рамках их структур, которые занимаются историческим воспитанием. Понимаете? Они говорят, что история, это не простая дисциплина. В данном случае, как физика, химия и так далее, и так далее. Она формирует убеждения. Она формирует убеждения. Если у нас не будет истории Молдавии, которая, соответственно, формирует убеждения, у нас не будет и понимания государственности, которая очень древняя, как говорил президент на одном из... Кажется, на конгресс... Недавний конгресс... С ней был конгресс. Да, да. Он, кажется, об этом говорил. Или вдруг... Нет, на... 27 августа... Ну, он постоянно говорит. Ну, он постоянно говорит, да. И он говорит, что у нас очень древние государства. Это правильно. Это правда, не то, что правильно. Ну, скажем так, для Европы не молодое. А для мира, например, с Китаем или с Персией, или с Идиптом, мы не такой же старый. Мы молоденький. Другой вопрос. А для Европы мы довольно-таки... У нас древние государства. У нас очень древние государства. Для Европы, да. Ну, вот смотрите, мы с вами достаточно интересно, мне кажется, развернули дискуссию, подготовили такой фундамент для того, чтобы попытаться объяснить вот феномен сегодняшней власти. Смотрите, мы с вами говорили о президенте. Это институт президентской власти. Одна ветвь. Мы упоминали, говорили о парламенте. Ну, сегодняшняя власть в стране предусматривает парламентскую, исполнительную, судебную власть. Там можно говорить о четвертой власти, у нас журналистов. Тем не менее, мы наблюдаем за тем, что постоянно становимся свидетелями того, как парламентское большинство в случае несогласия с их решением. Ну, в данном случае, берем сразу последний пример назначения двух министров, предлагаемых демократами. Президент не согласен с тем, что там же есть прописанное. Ну, я не юрист, но знаю, что в наших студиях часто, если постоянно телезрители следят за этим, то они становятся свидетелем этих дискуссий и этих аргументов. И мы знаем, в Конституции есть определенные механизмы, что дальше должны проводить, какие действия должны проводиться теми или иным, допустим, премьер-министрам, там, представителям парламента, предлагать новые кандидатуры, либо поиск диалога. Но мы видим такая уже устоявшаяся процедура, которая узаконена, опять же, гражданами соседнего государства, которые находятся в Конституционном суде, о том, что происходит процедура отстранения президента. Но насколько это эффективно, с точки зрения, опять же, осуществления власти в Республике Молдова и осуществления государственности, укрепления государственности Республики Молдова, не ослабляет ли нас это, с точки зрения, например, наших внешних партнеров, как они на нас смотрят, с точки зрения внутреннего состояния гражданина Молдовы, когда ты голосовал за президента, и в итоге его, фактически, ну, не знаю, обкарнали его полномочия, так скажем, мягко, на мой взгляд. Сергей, давайте вам рисуем. Меня начнете. Стас, я вам тоже отвечу, тоже как не юрист. Вы меня спросили, как не юрист, а я вам отвечу, как не юрист. Но как гражданин, скажем так. Ну, во-первых, вот как гражданин я говорю. Для меня вообще, вот нынешний парламент незаконен, понимаете? Вот не просто с политической точки зрения я не одобряю их линию поведения. Это однозначно я не одобряю. Вот он незаконен. Еще мы на разных передачах, и ранее, по-моему, в рамках ваших передач говорили, что, во-первых, они не пропустили на выборах, тогда, накануне выборов 2014 года, одну стопроцентно проходную партию, так называемую нашу партию. Нравятся нам они, не нравятся, но их не пропустили. Понимаете? В парламент. Значит, если бы их пропустили, было бы совсем другое соотношение сил. И нынешнее, так называемое, парламентское большинство никогда бы не было большинством, оно всегда было бы меньшинством. Значит, между прочим, опять-таки, если точно выражаться, нынешнее, так называемое, парламентское большинство на самом деле является меньшинством в обществе. Оно не выражает интересы большинства. Они узурпировали власть в государстве, в парламенте, а затем и в государстве. Значит, и не просто, вот они узурпировали, потому что не пропустили одну партию. Они отняли 5% голосов у ПКРМ, у партии коммунистов, создав липовую ПКРМ во главе с неким попой, никому неизвестным. Но некоторые наши бабушки и дедушки взяли и по ошибке проголосовали за эту неизвестную никому ПКРМ. Это тоже была махинация политическая. Это мошенничество было. Понимаете? То есть, мошенничество с целью узурпации власти. Они изначально преступники. Понимаете? Этих людей необходимо будет судить, я опять-таки говорю, как не юрист, а как гражданин. Их надо будет судить за узурпацию власти. То есть, а что такое узурпация власти? Это незаконное отнятие власти у народа присвоение себе в своих клановых, личных, групповых интересах. Они осуществляют власть не в интересах общества, народа и государства, а в своих личных интересах. Их за это надо судить. Это высшее... Вопрос возникает, какая же ему модель государства в таком случае? Это высшее преступление в любом обществе, в любом государстве. Значит, далее, вот отвечаю уже непосредственно на ваш вопрос. Значит, эти люди, значит, они проводят вот эту линию на уменьшение полномочий президента, опять-таки, осуществляют следующий этап узурпации власти. Народ доверил президенту, в данном случае неважно имя, это Дадон, это другой человек будет потом, но его избрало большинство населения, и в момент избрания этого человека на должность его избрали с теми полномочиями, которые имел он по закону на тот момент. Это, по-моему, происходило в ноябре месяце, я уже забыл, дату, 16-го, по-моему, ноября 16-го года, ну, в ноябре 16-го года были выборы, да? Что делает это так называемое парламентское большинство? На самом деле преступная группировка, понимаете, как узурпаторов. Я уже не говорю о том, что они воры, что они там украли то-то, 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 то-то. Ну, говорят, что нашли уже миллиард. Да ничего они, где, у кого, покажите мне. Ну, покажите, чтобы я видел, наивный я такой человек, я тоже хочу посмотреть этот миллиард. Бог с ним, не нужен мне этот миллиард. Я хочу сказать о другом, что эти воры, значит, они не просто воры, что, ладно, бог с ним, мы это им можем простить, что они украли миллиард, что они украли второй, они много миллиардов украли, вообще-то. Значит, но им нельзя простить то, что они отобрали у народа суверенитет. Они узурпаторы. И второй этап узурпации власти, это они отняли у избранного народа президентов полномочия. То есть, в данном случае они отняли у народа суверенитет, потому что президентская власть, избранная народом, должна осуществлять волю народа, и они подменяют свой интерес, то есть, волю народа своим интересом, отнимая эти полномочия у президента, которого избрал народ, с этим. Если бы народ бы избрал бы президента с его нынешними полномочиями, не было бы проблем, вы понимаете как? А так, у президента были совершенно другие на тот момент полномочия. Более того, уже в ходе предвыборной кампании, накануне президентских выборов, уже понимая, что побеждает Дадон, они стали уменьшать президентские полномочия, тогда еще при Тимофте. И Тимофте это все санкционировал, ну как его назвали раци-муты, то есть, он был марионеткой, он был куклой, он выполнял их волю, вот этой бандой во главе с Плохотнюком, которая ныне считает себя парламентским большинством. Я уж не говорю о том, каким образом было создано это парламентское большинство, коррупционным образом, они просто перекупили этих продажных 14 депутатов у Воронина, там часть у ГИМПу, часть у ФИЛАТа, понимаете, это продажные люди, которые за какие-то 30 серебряников, как иуды, это иуды, понимаете, продали свой электорат, и теперь они работают на эту банду преступников и узурпаторов. Вот, что у нас происходит. Поэтому все эти детали, что там не назначили министра, что там на 5 минут сняли Дадона, это три копички, как говорят молдаване, по сравнению с тем преступлением, которое они совершили, узурпировав власть. И этим, почему мы говорим, как Тодуа этот термин придумал, похищенное государство, я уже забыл, как, Балентин Анатольевич, похищенное, захваченное, захваченное государство. Но оно и похищенное. Они захватили государство. И они его разрушают. И третий момент, что они, чего они добиваются. Там историю румын они преподают. Они говорят, они сейчас заявляют, что они государственники. Так если вы такие уж государственники, и вы за Молдову, и вы молдовинисты, чего же вы продолжаете преподавать историю румын, которая уничтожает наши духовные основы, духовные основы нашего народа. Понимаете как? Значит, и последний момент, еще раз говорю, последний момент. они продолжают разрушать саму веру у молодого поколения, хрёстяки, в будущее этого государства. Своей линии поведения по всем направлениям. И что получается у нас? Ныне многие молодые люди просто не верят в государство, и у них единственное желание, а таких все больше и больше становится, уехать из этой страны. И даже у части среднего и старшего поколения по разным причинам тоже возникает желание ликвидировать это государство. И процесс, вот это, реальный результат вот этой политики, вот этой банды, ОПГ, организационной преступной группировки, которая управляет нашим государством за последние, вот уже немало лет, но за последние, особенно, 3-4 года. вот особенно по беспределу все идет. Так вот, все более и более растет процент тех людей, которые готовы проголосовать на референдумы за ликвидацию этого государства. Этот процент уже перешел за 20, за 20, перешел за 20. Ну, то есть, в принципе, можно, получается, просчитать будущее этого государства, исходя вот из таких вот данных, которые мы сегодня понимаем. Мы понимаем, что у нас у власти кучка олигархов, а... Стас, я считаю, я не знаю, назвать их как хотите, по-моему, это не олигархи, это бандиты просто, понимаете, примитивные бандиты, пришедшие к власти, в варьё. Я считаю, что на следующих парламентских выборах мы обязательно должны пойти и проголосовать за государственников, а единственная ныне партия, которая имеет, стоит на позициях, твердых позиций государственности, это ПСРМ. Значит, мы должны поддержать Дадона, но если появится какая-то другая сила серьезная, но пока ее нет, я ее пока, к сожалению, не вижу. Значит, можно какую-то часть голосов отдать из-за других, но пока я вижу только одно, ПСРМ, значит, надо за них... Подождите, Стас, секунду. И придя к власти, надо серьезно изменить систему внутри этой власти. Я считаю, что вот это не только история последних трех-четырех лет у этой банды, которая руководит страной, вообще девяти лет, скажем так. Это вся история с 91-го по сегодняшний день. Она что доказывает? Что в условиях Молдавии, современной Молдавии, парламентская система менее эффективна, чем президентская. Я по большому счету скорее сторонник парламентской системы, но она эффективна для Швеции, для Германии, для Англии, пусть там где-то монархии, где-то республики. Для них она эффективна. А для таких стран, как Молдавия, особенно с нескончаемым переходным периодом, уже чуть ли не 30-летним, для нас должна быть серьезная вертикаль власти и ее ядром должна быть президентская власть. Поэтому, конечно, после выборов мы должны пойти по пути укрепления президентской власти. Валентин, чем вы согласны, не согласны исходя, ну, это сказано сегодня здесь, и что бы хотелось бы добавить? Сережа все говорит правильно, Сергей Михайлович, все говорит правильно, но я бы хотел остановиться на то, на что жиждится предложение президента, чтобы наша страна, наше государство было президентским, республика, была президентская республика. Это не для Додона. Конечно, не для него, для страны. Это для страны, для нас. И почему так? Вот посмотрите, по логике вещей, по логике вещей, у нас народ привык уже долгие годы привык обращаться к первому лицу. Вот такое привыкание. И это заложено в нас. Вот кому обращаться? К Богу, к президенту, к первому секретарю в бытности и так далее, к первому лицу, да, к председателю, там, если в районе, к первому лицу, к кому обращаться? К президенту, чтобы он решал наш вопрос. То есть это заложено в наших традициях, ощущениях и так далее. Ну, в этой ситуации эти 27-8 лет нашему современному государству вот все доказывает, что премьер-министр по существу он не может отвечать за судьбы народа. Вот президент, да, он может отвечать и по конституции. Вот по конституции вот кажется в какой-то 88-9 статье написано президент является главой государства. Он представляет государство на международной арене. Он заключает и так далее, и так далее. Он является гарантом конституции и разных и так далее. Он должен не обеспечивать существование этого государства и побольше этого государства, в том числе и в социальных вопросах. Мне нужно лично как гражданину, вот коль мы говорим не как юриста, а как граждане, да, мне нужно побольше государства в социальных вопросах. И не только, и не только. Ну, я не говорю, что парламент никогда не отвечал за судьбы народа. Ну, 101 человек это целая ЦК, которая ни за что не отвечает. Там должна быть одна подпись, одна ответственность и так далее. И никакой миграции. здесь никакой миграции. А, миграции фрации фрации. Ну, понятно, это уже как говорится. Но, смотрите, некоторые говорят, но будет диктатура. Подождите, диктатуры не будет, потому что существует голова, которая придумывает всякие противовесы, весы и так далее. Есть законы. Тот же парламент. Да, в рамках разделения вот этих ветвей власти, да. Вот посмотрите, ну, более президентской страны, чем США, ну, нету. Так точно. А какая ситуация ныне ситуация этого Трампа? Плачевная. Почему? Потому что Конгресс делает из него все, что они хотят. Они, как говорится, из него не то, что он пытается ослушаться, да, но у него ничего не получается. И Верховный суд. И вряд ли получится. Кроме того, Верховный суд. Вот. Поэтому, вы знаете, какие механизмы есть? Вообще, в истории США целые периоды, когда они тянули одеяло то президент на себя, то Конгресс на себя. И это процесс. Но существуют механизмы, которые не дают возможности разорвать это одеяло. Что? Мы не способны, кроме как списывать конституции, создать свою конституцию, которая предусматривает все это. Никакой диктатуры не может быть. Это не аргумент, это не серьезно. Более того, я скажу, вот как это выглядит институционально. Вот мы выбрали президента. И вместо того, чтобы его укрепить, но я даже знал эти разговоры в начале, вот когда выбрали президента, дать ему побольше полномочий. Это те, которые сейчас в конституционном суде. Дать побольше полномочий. И вдруг отняли и то, что у него, как говорится, есть. Это СИС, это охрана государственная, это еще многое другое и так далее. То есть, как вы сказали, его обкарнали полностью, а народ не вникает в этих деталях. Хочу, чтобы люди понимали, почему президент, он многое делает. У него своя программа деятельности, она очень интересная и она очень глубокая. Но почему он не может, как говорится, выдать вот сегодня вот эти результаты? потому, потому что его лишили и последних полномочий, которые, но посмотрите, в конституции там и ничего подобного, как, чтобы было парламентской республики. Там ни одного слова парламентской республики. Там есть другая республика. Республика вот тех, которые ныне руководят страну и их интересно. Вот республика личных интересов. Что хочу сказать. Спасибо вам за эту дискуссию. Она достаточно такая активная и оживленная. Я думаю, что, конечно, мы там спорили. Вот в этой дискуссии прямо сейчас точку поставить невозможно. Но я думаю, что мы добились главного. Мы добились того, что разобрались в причинах происходящего и помогли нашим телезрителям понять, в общем-то, кто во всей этой истории больше виноват. Мы старались. И я, раз я начал программу с такого литературного образа, упомянул поэта Осипа Мальдештама. И закончить хочу примерно так. Ну вот мои учителя мне всегда говорили, если есть вопросы, обращайся к классике. Александра Сергеевича Пушкина все написано. И если вы помните сказку, которую наверняка читали своим детям, сказка о курице, которая снесла золотое яйцо. Так вот, каждый раз задумываешься, а почему именно золотое яйцо, а не простое, а потом уже в конце я снесу вам не золотое, а простое. И вот я вам скажу, это пример нашей с вами государственности. Это как раз сказка, которая была написана, знаете, не просто для детей, она была написана для взрослых. Ведь курица снесла яйцо, и вдруг дедушка начинает бить, бить, не разбил, позвал бабушку, били, били, не разбили. В конце мышка махнула, не глядел, не нужно вам золотое яйцо, и не надо. Вот вам сейчас будет ваша курица сносить вам яйца для яичницы, в большего недостойной. Вот это страшно, что может произойти с нашей страной, потому что у нас, будем говорить, вот это золотое яйцо независимости, мы сейчас его уже на протяжении стольких лет пытаемся разбить. И сохранить это возможно, наверное, может быть каким-то еще чудом или последним шансом грядущих выборов. Согласны со мной или нет, ну тут уже в общем-то каждый остается при своем, но мое убеждение в том, что необходимо каждый день работать во славу и для укрепления государства, а не вопреки существованию этого государства. И, к сожалению, мы живем с вами окружены людьми, которые почему-то считают, что несколько иначе должно быть. Но мы будем плохо жить, если у нас не будет нормального функционирования государства. Мы останемся людьми без Родины, то есть обречены на то, чтобы наши дети и дальше последующие поколения просто искали себе применение где угодно, только не на родной земле. Спасибо вам за этот разговор. Я вам обещаю, что мы неоднократно вернемся к этим дискуссиям. Буду вас с удовольствием ждать в этой студии. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях были, еще раз вспомним, Сергей Назарин, профессор кафедры международных отношений, а также ректор Государственного института международных отношений Валентин Бенюк. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Валентин Бенюк. Валентин Бенюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова